Пару минут уделю этому вопросу. В принципе, это не имеет никакого отношения к посланию Галатам, но это может принести пользу другим людям, которые не находятся в Бразилии. Официальная позиция иудаизма. Иудаизм — это не только вопрос религии, это вопрос благодати, это вопрос родословной. И мы попали в странную ситуацию. Бог послал Израиль в изгнание. Было первое изгнание десяти колен Северного Израиля. Которые так и никогда не возвратились и не сохранили свое еврейское отождествление. Однако, в Новом Завете есть несколько ссылок на двенадцать колен в рассеянии. Послание Иакова в Новом Завете сказано следующее. Яков раб Бога и Господа Ишуаха Машеха двенадцати коленом, находящимся в рассеянии. Знал ли он, кто они такие? Знал ли он, где они находятся? Я не знаю. Но в своем письме он обращается к этим двенадцати коленам. Это означает, что, по крайней мере, Иаков верил, что они существуют. Ситуация с Испанской Инквизицией и Португальской Инквизицией когда сотни тысяч евреев, не несколько, сотни тысяч евреев были обращены в католическую веру. В прямом смысле у нас есть целые библиотеки с документами свидетельствующие о том, что люди изменяли свои имена. Им запрещалось практиковать что-либо еврейское. Запрещалось посещать синагогу. Запрещалось делать обрезание. Запрещалось есть кошерную еду. Они потеряли свое отождествление. Их дети выросли как католики. Даже если некоторые семьи соблюдали несколько еврейских традиций, как, например, несколько лет назад в городе Бельмонт в Португалии. Они пели праздничные песни на Пейсах, ели праздничную особую еду, скрывались в подвалах. Зажигали свечи в странных местах и в странные времена. Поэтому некоторые семьи соблюдали некоторые криптоеврейские традиции. Но большинство обращенных в католицизм евреям ассимилировались. Остаются ли они евреями? Если иудаизм это раса, не только религия, тогда эти евреи все так же являются физическими потомками Авраама. В них тихла, как бы сказали, еврейская кровь. Поэтому они бы подпали под категорию восстановителей утерянного. Если вы прочтете книгу Иоиля, 2 глава, 25 стих. Давайте откроем этот отрывок. Йоиль, 2, 25. Иоиль, 2, 25. Там говорится, «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». В соответствии с этим принципом, а также конца книги «Плач» и «Еремии», я верю, что Бог восстановит этих людей, чьё наследие, чьи корни и физическое отношение к Израилю были обкрадены фальшивой церковью и фальшивым христианством. Поэтому в этом случае Маранос были бы, как в случае с Тимофеем, когда его мать была еврейкой и его отец был греком, и, будучи ребенком, он не был обрезан. Но Павел обрезал его. Тот же Павел, который написал послание к Галатам. Отсюда мы и узнаем, что Павел не был против обрезания. Он был против обращения язычников в традиционный иудаизм. Вот в чём дело. Иначе Павел бы не обрезал Тимофея. Вы понимаете это? Павел в действительности обрезал Тимофея в 16 главе Деяний. Вы можете прочитать об этом. Итак, поэтому Павел не против обрезания. Евреи должны быть обрезаны. Дети наполовину еврейских семей, как в случае с Тимофеем, должны быть обрезаны. Поэтому у людей, чьё еврейство было обкрадено фальшивой церковью, есть право забрать его снова себе. Так же, как мы забираем себе те года, в которых пожирала саранча. Так же, как мы говорим, Господь восстанови нас, как в прежние дни. На основании этого стиха мы говорим о восстановлении еврейских душ. Снова обратно в загон Израиля. Но без отвержения самых важных фактов в отношении Израиля. Самый великий и важный факт в Израиле – это Иешуа Хамашиах. Это не Альберт Эйнштейн. Это Иешуа Хамашиах. Поэтому, не отказываясь от своего спасения, мы забираем то, что принадлежало нам от начала. Мое личное мнение – вы не можете проснуться в одно утро и сказать «О, я еврей! Я Марано!» У вас должно быть намного глубокое и ясное понимание или доказательство вашей жизни, которое укажет вам на историю вашей семьи. «История семьи», «Еврейское имя», или же о вашем еврействе рассказывали ваш бабушка или дедушка. Этих доказательств достаточно, чтобы утверждать ваше отношение к Израилю как к народу. И с этого момента я бы сказал «Хорошо, обрезывайся». «Потому что вы забираете обратно то, что принадлежит вам». «И я хотел бы дать вам очень серьезное предупреждение. Если вы женщина, не делайте этого». Хорошо. Давайте продолжим дальше. Послание к филиппийцам. Хорошо. Главная мысль Павла. Его оппоненты не обладают такими же ингредиентами, какие были в его жизни. Так как если бы в них были эти ингредиенты, то его аргументы были бы бесполезны. А это означает, что оппоненты не родились евреями, не были частью Израиля, не были частью еврейского народа, не принадлежали ни к одному из колен. И в соответствии с Торой у них не было праведности. Итак, продолжу дальше. Филиппийцам, 3 глава, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Означает ли это, что это потеря? Что Павел прекратил быть израильтянином, прекратил быть евреем, прекратил быть? Нет. Он говорит, «Я своей свободной воле по собственному выбору в сравнении с Ешуа Хамашиах». Почел все это мусором, даже хуже мусора. «Скупидон» на греческом. Я лично почитаю это мусором, но только в сравнении с Ешуа Хамашиах. Но помните, мы читали в книге Деяний. Павел не перестал быть евреем. Он продолжал жить и практиковать его веру в Ешуа Хамашиах, как еврей. Поэтому давайте перейдем к книге Галатам. Павел – апостол. Очень важно. Так как если мы сравним вступительные слова Павла с другими посланиями, то увидим, что это очень интересное введение. Например, в книге Римлянам он говорит, «Павел – слуга Ешуа Хамашиаха». Призванный апостол. Отделенный для благовествования. Здесь он перепрыгивает сразу к апостолу Павел. Почему? Потому что люди ставят под сомнение его апостольство. Они ставят под сомнение его власть. Они ставят под сомнение его апостольство. Истинно ли оно? Вот почему он начинает с прямого утверждения. И он продолжает свою полемику. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Ешуа Хамашиах и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых и все находящиеся со мною братья. Помните, что у Павла есть оппоненты. И из ответов Павла мы можем понять, что говорили его оппоненты. Его оппоненты говорили, послушай, ты не был назначен апостолом другими апостолами. Тебя там еще не было во второй главе книги Деяний, когда апостолы выбирали замену Иуде, апостолы не выбрали тебя. Ты сам себя назначил. Вот что говорили его оппоненты. И Павел отвечает сразу же. Он говорит, я апостол. И мне не нужно подтверждение кого-либо. И мне не надо разрешения любого человека. Потому что Ешуа Хамашиах, Бог Отец и все мои ученики согласны с тем, что я апостол. Он отвечает на главное обвинение против него сразу же во вступительной части послания. Заметили, что я делаю? Я использую текст. И пытаюсь понять на основании остальных отрывков, которые мы рассмотрели вчера и сегодня, контекст, в котором было написано послание. Вы можете прочитать это послание тысячи раз. Но если вы не поместите его в контекст первого века и не увидите всей картины, то вы никогда не поймете его. Вы должны рассмотреть все доказательства. Вот почему вчера и сегодня я дал вам расширенное видение. Давайте начнем читать послание Галатам с 3 стиха. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Ешуа Хамашиах. Фраза «Благодать и мир», с которой он начинает это послание. Откуда Павел это взял? Он взял это из благословения Аарона. Благословение Аарона Благословение Аарона Включает два элемента Благодать Бога И мир Бога Он покажет вам эту благодать. Корень слова «благодать» на еврите «хен» и «шалом» Это выражение из благословения Аарона. Поэтому, когда Павел обращается к Галатийской церкви И затем он будет говорить с ними очень резко, очень неприятные вещи. Начиная с этих слов, которые напомнят им о благословении Аарона. Он берет над ними власть, как их священник. Цитируя благословение Аарона Павел говорит «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Ишуаха Машиях». Заметьте снова местоимения. Местоимения «наш» и «мы» Что означает «еврейский народ» Который отдал Себя Самого за грехи наши Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века По воле Бога и Отца нашего Ему слава во веки веков. Аминь. Затем шестой стих «Удивляюсь, что вы» «Вы, Галаты» От призвавшего вас благодатью Так скоро переходите к иному благовествованию. Это высказывание Павла снова возвращает читателей к Торе. В моем переводе говорится «Уклонились от того, кто призвал вас благодатью Христовую». Эта фраза взята из 32 главы книги «Исход» 8 стиха. Продолжение следует... Контекст этого стиха «Золотой Телец» Они вылили Золотого Тельца не без помощи Аарона. «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе из Литого Тельца и поклонились Ему и принесли Ему жертвы» Слово на иврите звучит как «сару» Что означает «они уклонились, ушли». И Павел использует такое же слово. Они уклонились от того, кто призвал их. От Мессии. Поэтому сразу же Павел ассоциирует то, что произошло в Галатии. С тем великим отступничеством. И выбирает определенные слова. Удивляет, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Что на самом деле вообще не является Евангелием. Это вообще не Евангелие. В мессианском движении в наши дни было несколько случаев, когда в мессианскую общину приходили люди, которые выросли в христианской евангельской церкви. И они настолько влюбляются во все еврейское, так что у них происходит кризис личности. Что они думают, что приобретут что-то более, если обратятся в иудаизм. Поэтому они оставляют настоящего мессию. И думают, о, какая же будет выгода, если я стану настоящим евреем. Павел говорит, это не благая весть. Это не благая весть для этих людей. И не благая весть для евреев. Потому что существует два пути уничтожения евреев. Первый — это ассимиляция. Потому что евреи прекращают быть евреями, когда они ассимилируются. И второй путь — сделать неевреев евреями. Когда полностью стирается расовый аспект иудаизма. иудаизм становится только религией. Поэтому это плохо как для язычников, так и для евреев. Павел говорит, что то, что вы делаете — это хорошо. Но я говорю вам, это не благая весть. Вред для обоих. Люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, да будет проклят, осужден. Это подводит нас к очень большому вопросу в иудаизме. Такой вопрос, с которым евангельские христиане должны начать разбираться. Мы постоянно спорим о стихах. И мы строим доктрины и догмы на основании этих доводов. Существует очень интересный мидраж. Авраам с Исааком идут на гору моря, и Авраам несет на своих плечах дрова. Им повстречался сатана. И говорит, эй, куда вы идете? Он отвечает, я собираюсь совершить митсву. А какую митсву вы хотите совершить? Я собираюсь принести жертву. А где же твое животное для жертвоприношения? Я принесу в жертву моего сына. Ты собираешься принести в жертву своего сына? Ты что, с ума сошел? Разве ты не знаешь, что Бог сказал не приносить жертву Молоху своих сыновей и дочерей? Запрещено приносить людей в жертву. Разве ты Тору не читаешь? Как ты можешь такое говорить, пожертвовать своим сыном? Это не Бог с тобой говорил. Потому что Бог не может противоречить собственным словам. Бог говорит не приносить в жертву своих детей. Логично, не правда ли? Очень часто дьявол говорит логично. Помните, это не христианский митраж, а еврейский. И дьявол продолжает беспокоить Авраама. И тревожить Исаака. Наконец, Авраам говорит, я лучше буду соблюдать заповеди, которые Бог дал мне лично. А затем те заповеди, которые были даны в общем всему Израилю. Очень важный момент, на котором раввины акцентируют внимание. Потому что люди могут делать логические конструкции. И даже получать откровения. Но если нет подтверждения, что они от Бога, то не слушайте эти откровения. Даже если мы, Павел говорит, даже если я переменю решение, если что-то произойдет со мной, и я обращусь в Ислам, не слушайте меня. И то, что я говорю вам сейчас, это слова Бога. Вот что Павел говорит здесь. Даже если мы или ангел с неба, не слушайте. Есть только одно Евангелие. И только то Евангелие, которое мы проповедовали от начала, обязывает нас. Один из великих обманов христианства У церкви есть право изменять Евангелие. Создавать законы с кафедры, применимые каждому человеку. Или же какими-то церковными комитетами. Вот как развивалось христианство. Большая часть христианского мира верит в символы веры и догмы церкви, больше, чем они верят тому, что написано в Слове Бога. Сегодня утром мы были в церкви одного известного пастора. И он сказал, мы – настоящий Израиль. Мы – Иерусалим Божий. Люди, где в Писании есть такое понятие, как истинный Израиль? Или духовный Израиль? Где сказано, что церковь – это Израиль? Особенно баптистская церковь. Или любая другая. Израиль – это Израиль. И церковь – это церковь. Они родственны. Они связаны. Они спасены тем же путем. Они спасены той же кровью Иешуаха Машеха. Но Израиль все так же остается Израилем. Часть Израиля спасена. А часть – нет. Придет день, когда весь Израиль спасется. Но вот это Евангелие другое, созданное человеками. И не основанное только на Слове. Потому что в соответствии со Словом Бога мы знаем, что Бог не отверг Своего народа. Никак. И если кто-то скажет другое, проповедует другое Евангелие. Поэтому Павел говорит, даже если мы или ангел, в 10 стихе, он продолжает отвечать своим оппонентам. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» «Людям ли угождать стараюсь?» «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым, если бы я был главным судьей Израиля». Помните, вчера мы говорили об этом? «Но я выбрал стать слугой Мессии». «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Люди не должны одобрять его. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Это фраза «Я принял его». На иврите «Каббала». Люди очень боятся Каббалы. «Каббала». «О, Каббала, нет». «Нет, Новый Завет полон Каббалы». Посмотрите симфонию. Как часто Павел говорил, «Что я принял, я передаю вам». В 1 Коринфянам 11.23 он говорит, «Я от самого Господа принял». «Я принял это от Господа, а теперь я передаю это вам». Каббала может быть опасной. «Но, если вы не приняли ее от Бога, а от человека, и он продолжает защищать себя». «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестко гнал церковь Божью и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Почему он говорит это? «Потому что их обвинение в том, что он не ведет жизни образцового еврея». «Они говорят, послушай, если бы ты был хорошим евреем, то ты бы поощрял всех этих язычников обращаться и становиться на 100% евреями, как и ты. Где твой народ? Нам нужны люди. Нам нужны люди на нашей стране. Давай обратим их. Давай сделаем их евреями». Они говорили это. «Павел говорит, послушайте, вы думаете, что я плохой еврей?» «Я могу вам показать документы, которые докажут, что я хороший еврей. Я преследовал церковь. Синедрион послал меня. Я был верен традициям наших отцов. Где вы были? Вы поклонялись идолам два-три года назад. А теперь вы говорите мне, что я плохой еврей?» «Я хороший еврей. И мне не нужно ободрение кого-либо, потому что сам Бог одобряет меня». Это довод Павла. Его атакуют. И он отвечает своим обвинителям. В 15 стихе. «Когда же Бог, избавивший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не советовался ни с одним человеком». Заметьте, Павел делает здесь что-то очень странное. Он говорит «Я был призван от утробы». «И когда он пошел по дороге в Дамаск, он встретил Иешуа». «Верно». «Поэтому всю свою жизнь, когда он был учеником Гамалиила и гонителем церкви, он ничего не знал об Иешуа. Как он может говорить, что он был призван от рождения?» «Потому что в иудаизме мы говорим, что все, все было предопределено, кроме нашего страха перед Богом». «Единственная наша свобода, как человеческих созданий, это верить Богу или не верить Ему, принимать Его или не принимать Его, а все остальное предопределено». Поймите это. Цвет наших волос, будут ли у нас волосы или нет, ваш рост, ваши родители, место вашего рождения. Все это предопределено. Единственное, что не предопределено, это ваши взаимоотношения с Богом. Ваш выбор, принять Бога или не принять Его. Поэтому, если кто-то пророк, как Еремия, он говорит, «Я был избран до моего рождения». И большинство пророков говорят так же. Павел говорит, «Должно быть, я был в разуме Бога, в глазах Бога, в персте Бога, до моего рождения, потому что не я избрал Ешуа, Ешуа избрал меня». И я скажу вам, что большинство верующих евреев в наши дни могут сказать, «Мы не избрали Ешуа, Ешуа избрал нас». Чтобы мы избрали Ешуа, ведь Он был так далек от наших умов, так далек от нашего опыта, «У нас не было никакого повода принять Его». Но Бог, но Бог призвал нас. Бог призвал нас. И Павел говорит это. «Я стал верующим, потому что Ешуаха Машиах явил себя мне по дороге в Дамаск». «Должно быть, Бог указал своим пальцем на меня еще до моего рождения». Это очень интересно. Поэтому Павел говорит, «Благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». И в 17 стихе он говорит, «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». По логике вещей, если вы стали верующим в Иешуа, и в Иерусалиме находятся другие апостолы, и вы принимаете миссию от Бога, то, по крайней мере, вам нужно пойти в Иерусалим и проконсультироваться с другими апостолами, у которых было больше времени и больше опыта в вере. Павел говорит, «Я не сделал этого». Я не пошел в Иерусалим. Мне не нужно ободрение других людей. Мне не нужно, чтобы другие апостолы говорили мне, было ли видение от Бога или нет. Я знаю, что оно было от Бога. Я не только не пошел в Иерусалим, Я пошел в другую сторону. Я пошел на гору Синай. Извините, пошел в Аравию. И опять возвратился в Дамаск. Этот стих очень труден для понимания. Что это означает «Павел пошел в Аравию»? Где она находится? Многие думают, что он говорит о Саудовской Аравии. Но нет. Аравия в те времена Это вся территория от Саудовской Аравии до Синайской пустыни, а также большинство пустынь современного Ближнего Востока и Иордании. Но в 4 главе 25 стихе Говорится «Синай в Аравии». Поэтому, если мы знаем, где находится Синай, мы узнаем, где Аравия. В те дни Набатеи странствовали по Аравии. И я верю, очевидно, Павел пошел на гору Синай. Вероятно, чтобы искать Бога и узнать, было ли это видение и призвание от Бога. Как и Елисей, после его опыта на горе Синай, Нет, на горе Кармил. Потом он пошел на гору Синай. Я верю, что Павел также пошел туда. Искать Бога. То место, где Бог открыл себя народу израильскому. И Он хотел узнать, действительно ли мой опыт от Тебя, Бог. И только спустя 3 года я пошел в Иерусалим. Познакомился с Петром. Был с ним 15 дней. Я видел только Иакова, брата Господа. Что все это означает? Это ответ его оппонентам. Его оппоненты говорили, «Послушай, ты не апостол». Вот так было. Продолжение следует... Как? Продолжение следует...